Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США намерено построить новую мощную ракету-носитель, которая будет способна отправлять космонавтов на Луну, Марс и другие объекты за пределами орбиты МКС. Официальное сообщение об этом прозвучало 14 сентября в Вашингтоне. Глава НАСА представил новый проект как основу освоения глубокого космоса. «Сегодня пишется следующая глава истории американских исследований космоса. Сегодня я рад объявить, что управление НАСА выбрало дизайн для своей новой космической системы, которая доставит американских астронавтов туда, где никакая страна раньше ещё не была, и создаст рабочие места». Проект получил название «Система запуска в космос Space Launch System» или SLS. Первый испытательный беспилотный полёт планируют осуществить из Флоридского космического центра «Кеннеди» в 2017 году. К тому времени стоимость проекта достигнет 10 миллиардов долларов. Двигатели новой ракеты будут работать на жидком водороде и жидком кислороде. «Наше решение использовать в системе ракеты-носителя жидкий водород и жидкий кислород было основано на анализах НАСА с целью уменьшить стоимость, повысить гибкость и укрепить американское лидерство в этой технологии». По сравнению с шаттлами, которые в этом году окончательно ушли на пенсию, новая ракета-носитель будет способна поднять в три раза больше груза. Специалисты полагают, что, возможно, уже в 2030 году она отправит астронавтов на Марс.